Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Предпринимателям из Котельнича, задержанным из-за гибели подростка, выбрали меру пресечения. Они будут находиться под подпиской о невыезде, сообщили в областном следственном управлении. Напомню, что два жителя Котельнича, один из которых купил у муниципалитета заброшенное здание школы, привлекли подростков для его разбора. Во время работ на двух мальчиков упала бетонная плита. Один из них погиб, второй получил серьезные травмы. Воспущено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть. «Экономика». Каждого второго кировчанина раздражает рост цен на продукты. Таковы результаты опроса, который провели специалисты сервиса «Суперджоб». Рост цен на продукты – главный раздражитель. 50% опрошенных ответили, что нервничают из-за него. На втором месте – услуги ЖКХ, а в декабре прошлого года был бензин. Эту ситуацию объясняют данные Росстата. За первое полугодие 2022 года прирост цен на бензин составил всего 0,4%, на дизельное топливо – 1,7%. Цитирую. «Даже если цены не растут, все равно находятся люди, которые по инерции продолжают ворчать про подорожание», – говорят эксперты. А вот цены на продукты действительно сильно поднимались. Судя по цифрам официальной статистики, они выросли на 12,5%. В эфире «Экономика». Появились новые даты открытия ресторанов «Вкусные точки» в Кирове. Они уже несколько раз переносились по техническим причинам. Сейчас на дверях точки у цирка появилось объявление, что ее открытие намечено на 30 августа. У ресторана действительно ведутся работы, появилась яркая подсветка. Ранее сообщалось, что откроется точка 12 августа. Ресторан, который расположен на улице Воровского напротив торгового центра «Глобус», судя по объявлению, откроется 4 сентября. Напомню, что рестораны «Вкусные точки» – это бывший Макдональдс, владельцы которого продали свой бизнес в России. И в завершении выпуска курсов валют. Доллар сегодня 60 рублей. 9 копеек евро 59,89. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове.